Несколько занятий до этого мы с вами разбирались с механизмами нервной регуляции поведения. Так? Отлично. А вот сегодня мы с вами посмотрим вот что. На самом первом занятии я предложил попробовать разделить задачи нервной системы на две группы функций. Так вот. Вот как можно сформулировать главные задачи нашего, допустим, мозга? Чем он вообще-то занимается? У кого какие предложения? Главная задача нервной системы всех живых существ и человек в том числе. Зачем они нужны? Так, ну это понятно. А еще? Вот это прошу вас. Главная система – это центр управления деятельности организма. Классная. Значит, деятельность организма. Ну что ж, нужно такое общее определение дать. Но дело в том, что будет две группы задач, которые отличаются совершенно принципиально по которым. Так, ну-ка давайте подумаем. Под словосочетанием деятельность организма. Какие две неодинаковые группы задач появятся? Прошу? Это сама жизнедеятельность организма, то есть работа внутри куборта и всего такого. А второе – это просто несовершенный организмом действия определенный. Ага. А работа желудка – это не действие, которое совершает организм. Первую группу вам удалось сформулировать? Вполне четко. Поведение. Поведение. Чем поведение отличается от работы внутреннего куборта? Можно? Прошу вас. Подождите секунду. Вас уже приятели. Нервная система, ну, как поведение, она в какой-то мере может быть выбранным самим существом. То есть фактически, если есть выбор, куда пройти, чтобы обогуть дерево направо или налево, то можно выбрать. То есть мозг этим может заниматься. А внутренние органы, они в воздухе, как бы, нельзя думать о том, что, как бы, в воздухе приводить пример, то есть постоянно думать о том, как сокращать смысл сердца, там, сокращать смысл сердца, нажимать на смысл сердца, нельзя. Понятно. Замечательно. Пробую то, что вы говорили, сформулировать одним словом. Так? Угу. Прокурс. Саморегуляция. Саморегуляция. Саморегуляция, саморегуляционные моменты, действия в регуляции поведения и в регуляции внутренних органов, это как раз присутствие там и там и там. Моя человек. Не, ребят, о чем шла речь в предыдущем замечательном? Да о том, что мы не можем осознать работу внутренних органов. Вот вы считаете, что ваш головной мозг занимается тем, что вы о себе знаете. Тем, что вы чувствуете, тем, что вы понимаете, тем, что вы планируете, тем, что вы решаете и так далее. Доброе, ребят, это, ну, меньшая часть его задачи. Большая часть задачи совершенно никак не связана с сознанием. Можно ли составить подробную врожденную программу, описывающую все поведение организма во внешней среде? Под поведением имеет в виду как раз активность в окружающем мире. Так можно такую программу составить? И вот сразу при рождении вложить в живой организм. И дальше он будет действовать, ну, вот исключительно опираясь на врожденные сигналы. И в дальнейшем. Да, хорошо. Но с вас предоставлено. Совершенно верно. Такая программа, как любая врожденная, не имеет способности, во-первых, переучиваться, а во-вторых, что-нибудь забывать. То есть, такое существо будет обладать исключительно низкой степенью приспособленности к окружающему. Значит, так что ни о таких полностью врожденных программах поведения для существ со сложными формами поведения речь, конечно, не имеет. Значит, поэтому, кроме рефлекторной регуляции, в смысле поведения, у нас есть высочайшая форма регуляции, интеллектуально изменчивая деятельность. Вот она-то как раз осознается вся. Это все то, что вы сами про себя знаете. А вот сегодня мы с вами как раз поговорим про управление организмом. То есть, как управляется наша внутренняя форма. Значит, ну и первая особенность, мы не осознаем эти процессы совершенно. Проверить это очень легко. Значит, согните, пожалуйста, мизинец на левой руке. А теперь загните. Ага, вы можете это сделать. А теперь, пошевелите, пожалуйста, двенадцатиперстную кишку. Нет, вы знаете, на самом деле, в данный момент она вполне возможно у вас шевелится. Вы это осознаете или нет? Нет. Значит, точно так же, совершенно невозможно осознанно управлять работой сердца, работой печени, работой кровомостных сосудов, работой почек и тому подобное. Значит ли это, что эти органы вообще никем не управляются? Нет. Вот ваше сознание ими не управляет. Нет, конечно, управляются. Управление там перефлекторное. Мы с вами поведенческие реплексы собирали. Но, правда, первый реплекс классически-басичного и продолжение у Папавлова относился как раз к работе внутреннего органа. Слюна и железа. Он, например, является слюна отделением работы. Да? Но вот, а сегодня у нас будет такая наполеоновская задача, такая гигантская по своему объему, разобраться с общей стратегией управления внутренним органом. А она есть. Так? Итак, напоминаю, что раздел нервной системы, занимающимся управлениями внутренних органов, называется вегетентика. Это ледитативно-мервная система. Так вот, все ледитативные процессы делятся на ответ. И разберем это вот на каком примере. Значит, ну, предположим, я закончил сейчас это занятие, вышел из университета, и тут на меня напал там, я не знаю, словно прийти Крюгер, или бешеная собака, или весь международный террорист в месте взятый, неважно. Короче, я побежал, спасая свою жизнь. Бегу я к метро, потому что у меня карточка есть, и меня в метро пустят. А у Крюгера, у собаки, у террориста карточки нет, его бабушка оставила. Так? Значит, моя задача добежать до метро. Вопрос. Значит, какие органы при этом должны у меня работать с полной отдачей, чтобы спасти мою жизнь? Хорошо? Мыши. Мыши. Значит, причем не все мыши одновременно, так? А мускулатура скелета. И прежде всего мускулатура ног, рук, конечность. Согласен. А теперь, смогут ли мышцы совершать свое дело, если нет, получают достаточную энергию? Нет. Нет. Вопрос. А каким образом? Ну, энергия на самом деле, только говорит, что мышцы получают энергию. Значит, ну, энергию как можно подключить? Ну, вот, как примерно к этой камере. Взять и воткнуть вилку в электросеть, да? Значит, и вот электрический. Топ даст энергию для работы системы, но у нас же это не так. Что на самом деле получают мышцы и все прочие плеты? О, о, как. Слово адреналин очень умное и красивое, конечно. Но адреналин – это не энергия, знаете, это только на этих баночках написано «энергетик», да? Адреналин – один из регуляторов. Кстати, предостеревка от использования энергетика, пожалуй, более чем от алкоголя. Но это своя отдельная песня. Жировые отложения, классно. То есть, когда вы побежали, кусок жировой ткани у вас побрел мышцы, да? Чтобы там как-то дать энергию. Да, еще раз. Еще раз. Да, значит, прежде всего это простой сахар глюкозы. Ну и на самом деле другие органические вещества, вы, кстати, понимаете, они настолько и не правы. Допустим, сердечная мышца, кардиомиоцитик, это сердечная мышца, работает как раз на жирных кислотах, а не на глюкозах. Так? Значит, а вот нейронам, клеткам нервной системы, давай, наоборот, только исключительно глюкозу. То есть, у каждой клетки есть свои предпочтения. Вопрос, а зачем клеткам нужна там глюкоза, жирная кислота и все прочее? Что они с ним делать-то будут? Они, когда организм получает кислород, в результате происходит реакция и происходит расщепление этих элементов. Органические? С выделением энергии, ребята, только ради бога. Было бы очень неплохо, чтобы с этого времени привыкли к одной простой мысли. Вещество в энергию лучше не превращать. Значит, дело в том, что переход массовой вещества в энергию описывается знаменитой формой Лунштейна. Эта энергия очень просто выглядит. Е равно НС квадрат. Е это энергия. Н это масса вещества. А С квадрат это коэффициент. Коэффициент это скорость света. 300 тысяч километров в секунду. Если вы эту величину возвели в квадрат, вы получили чудовищную величину. Значит, из этого следует, что если вы взяли и превратили в энергию малюсенькую массу, вот один грант массы, неважно чего, то весь университет развалился. Потому что произошел ядерный взрыв. Переход, прямой переход к массовой энергии наблюдается как раз при ядерных реакциях. Химические реакции к этому не бывают никогда. И связаны с так называемым дефектом массы. Значит, действительно, в ядерных процессах часть массы превращается в небосредственную энергию. Но вот в химической реакции этого не бывает. Так что, очень вам рекомендую, отказывайтесь для себя от формулировочек, так, влюбоза превращается в энергию. Не дай бог. Не дай бог. Если в вашем теле такой процесс идет, вот на одну секунду, прямо сейчас, то от носка ничего не остается. Все разнесет. Значит, формулировка, которую нам предложили, вот она действительно корректна. Что реально в каждой клетке происходит? Ну, больше всего это похоже на приготовление еды на косты. Так? Значит, вы взяли, нарубили дрова, сложили, поставили котелочек и подожгли. Значит, у вас при химических реакциях окисления труда происходит выделение тепла. Да, энергия выделяется, в том числе и в форме плавового излучения, но и особенно по-другому. Идет выделение энергии, которую вы используете для того, чтобы вскипятить косты. Отлично. А если вы этот костер накрыли одеялом, а почему он подожжен? Потому что не будет кислорода. Итак, для тех, кто не знает химии, давайте максимально упростим ситуацию. Для того, чтобы таким образом получать энергию, нам необходимо две вещи, которые вы хорошо знаете. Во-первых, топливо, а во-вторых, кислород. Химический значок кислорода О2. Реакции, которые при этом будут происходить, относятся к группе от действительно восстановительных процессов. И вот каждая клетка умеет приспосабливать энергию, которая в этих процессах выделяется, для своей работы. В частности, мышечные клетки умеют за счет этой энергии сокращать мышечные филаменты, атомиозиновые пачки. А в качестве топлива он еще не указал, вроде АДФ? Нет, АДФ история вообще красивая и интересная. Может быть, здесь имеет смысл, с ней поработать не нужно. Давайте с вами подумаем, а зачем вообще клеткам нужна энергия? Прошу вас. Во-первых, нужна энергия для того, чтобы делиться. Деление – это уже очень сложный процесс. Он состоит из большого количества, более простых элементарных. Давайте-ка мы как раз про элементарные процессы поговорим. Скачение. Во-первых, конечно, любая форма движения – это основной энергосотратный процесс, который только бывает у живого организма, когда надо что-то куда-то подвинуть. Значит, такие три формы движения есть в живой природе. Ну, вот, среди животных, во всем мире. Первое вам хорошо известно – мышечное движение, когда движение тела за счет сокращения мышечных клеток. Значит, второй тип движения – ресничные или жгутиковые движения. Вроде бы только у одноклепочных. Но, на самом деле, огромное ресничное поле есть в организме человека. Если, не дай бог, отказали, так, к концу дня у вас вызывается тяжелая патология дыхательной системы. А на второй день вы можете вообще погибнуть. В чем дело? Ресничное петрилии выстилает дыхательные пути. И за счет его постоянной работы, жидкость, которая все время выделяется в легких, откачивается из легких вверх, гортальных. И рефлекторно сгладывается. Так если этот процесс остановится, вы закрепляетесь на суше. Жидкость-то выделяется, продолжает, и так и остается в легких. Насос, который откачивает мокруту, просто перестанет работать. Хорошо. Итак, ресничное или жгутиковое движение тоже идет, конечно, за тратой энергии. Третий тип. Амибоидное движение. Образование псевдоподий или ложноножек по-русски. Ну, вот как движется одноклеточное существо амёга. Вопрос. А в нашем организме такое происходит? Да. Да. Хорошо? Лейкоциты. Разумеется. Третья иммунная защита, лейкоциты. Правда, не все лейкоциты к нему способны, но дабы, которые называются фагоциты, значит, конечно, они аммебоидно двигаются. Эти процессы, разумеется, энергозатратны. Еще. Еще что требует затраты энергии в жизни любой предыдущей. Да, прошу вас. Но в жизни нервной энергии тратой энергии требует передачи нервного импульса. Не столько передачи, сколько генерации нервного импульса. Совершенно верно. На самом деле энергии требует процесс заряжания мембраны. Дело в том, что, я думаю, большинство из вас слышали, что разноименные заряды притягиваются друг к другу. Да. Отлично. Хорошо. Ну и для того, чтобы нейрон получил возможность слать нервный импульс, надо зарядить его мембраной. То есть, с одной стороны мембраны собрать отрицательную, с другой стороны положительную зарядку. А сами они смогут разделиться? Или сами они все время будут стараться протянуться? Сами они будут стараться протянуться. Сами они будут стараться протянуться. Нервный импульс не создашь. Верно. Еще одна группа процессов. Можно? Да. Я думаю, чтобы окислять глюкозу. Ага. То есть, вы считаете... А, ну... Или другой. Те смыслы есть в том, что вы говорите. Я уже сложил дрова для костера. Костер сам по себе загорится или нет? Что я должен сделать вначале? Зажечь. Зажечь. А это значит, на первом этапе процесса я получу энергию или затрачу? Затрачу. Затрачу. Вот для этого старого, так сказать, процесса, да, часть энергии очень мало, конечно. Но надо тратить, без этого процесса не пойдет, это вы правы. Скажите, пожалуйста, а если я приготовил все для супа? Так? Все приготовил, все налил в кастрюлю, поставил на плиту, а включить забыл. Суп сварится или нет? А почему нет? Потому что некому зажечь. Нет. А если вообще нет электричества и газа? Электричества, газа, дров вообще нету и все. Нету топлива. Так суп сварится или нет? Нет. Почему нет? Потому что топлива нет. Потому что он не будет готовиться. Не хватит спорта. Потому что он не будет готовиться. Дело в том, что те процессы, которые происходят в кастрюле, в сковородке, в жаровне, в буководке, так, идут только в том случае, когда затрачивается внешняя энергия. Так вот, в такой группе процессов относится синтез любого сложного вещества. Наша клетка должна уметь построить для себя все свои компоненты из более простых деталей. Ну, вы когда-нибудь в конструктор играли? Да. Ну, там, допустим, конструктор лепа. Из маленьких деталей можно сложную систему построить? Можно. Вот, каждый ваш клетка примерно так и делает. Из простых молекул органика, собирая сложные компоненты, необходимые, негативные. Вот, этот процесс сборки идет только с затраты энергии. Итак, ни одна живая клетка без затраты энергии обойтись не может. Ну, тогда, тогда можно было бы себе представить такую простейшую систему. Вот наша волейка. Так? Она собирается вырасти. Так? Стать со временем вот такой. Если она собирается вырасти, надо ей построить какие-то аргоноиды, то есть свои детальки, которые будут занимать эту часть расширившейся почвы. Точнее, объема. Да, конечно. А это значит, надо ввести биосинтез. А биосинтез без затраты энергии не пройдет. Собранные детали у тебя надо с места сборки доставлять по новому адресу. А это значит, их надо перемещать, передвигать. А можно ли что-нибудь передвинуть без затраты энергии? Нет. Отлично. Ну, и так далее. Главное работники в любой клетке – это белки-ферменты. Каждый белок-фермент. Можно себе упрощенно представить, как такой супер-робот, который отлично умеет справляться со своей работой, но умеет делать только одну единственную операцию. Ничего пронятного. Вот если его включить, он начинает с огромной скорости выполнять свою операцию. Ничего другого он делать не будет. А если выключить, он просто перестанет работать. И все. Значит, наш организм имеет программу для построения примерно 23 тысяч разных голов. 23 тысячи программ для построения разных голов. Ну и скажите, как называется каждая такая программа? Слово услышали. И почти наверняка использовать ее на уровне городских мирух, не имеющих ничего общего, ну вот к науке никакого отношения не имеющих. В генах не записана никакая информация о том, какого цвета глаза. В генах не записана информация о том, какой характер у человека. В генах не записаны никакие наследственные заболевания. Там записана одна простая вещь. Как строить разные белки. Точка. Там больше ничего нет. Так? Но если определенный белок построен, он будет выполнять свою работу. Будет. А результат этой работы, как вы назовете? Признак. Вот это и есть признаки, которые вы видите глазами. Значит, ну как здесь выглядит причинно-следственная цепочка? Так? Значит, человек получил от родителей ген, который кодирует производство белка, умеющего строить коричневую краску. Вопрос, какого цвета глаза у такого человека? Коричневый. А если ген, который получен от родителей, кодирует производство другого белка, который умеет строить голубую краску, какого цвета глаза у человека? То есть на самом деле все главные действующие лица во всех жизненных процессах от белки. Отлично. Возвращаемся к нашей растущей клетке. Ей нужна энергия для того, чтобы произвести эти процессы. Взяли, направили сюда окислительные ферменты, которые будут окислять просто любую органику. Энергия опять будет выделена? Да. Да, конечно. Вот эту энергию будем использовать для синтеза, для движения, для роста и ничего не выйдет. Модельная сводка. Допустим, вы зимуете на даче. И готовите и отапливаете все просто простой печкой. И вы решили приготовить комбинационный суп. Поставили кастрюлю в печь. Теперь надо подбросить топливо в печь. Топливо у вас в ящике. Заглядывать вам в ящик запрещено. Вы знаете, что там топливо. Так? И вы должны не глядя что-то оттуда взять и подбросить печку. А в ящике следующая смесь. Сухие березовая дрова, сырые осиновые дрова и динамитная шашка. И вы их нашариваете что-то и подбросствуете. Значит, скажите, удобно или нет готовить суп в этом режиме? Ну, в общем, не очень удобно. Значит, динамитная шашка полстая. А что произойдет, если сырое осиновое болезнь? Нет, горит оно будет. Но будет и выделена достаточная энергия, чтобы закипела кастрюля. Нет, сырое осиновое тратит на топливо. А если кастрюля не закипела, суп у вас приготовится или нет? Не приготовится. Вам нечего есть и вы умерли с голова. Так? Это хорошее развитие событий. Не самое лучшее. А если вы подбросили динамитную шашку, то наоборот. Выделило слишком много энергии. Настолько много, что после этого суп, кастрюлю и все прочее надо собирать в большой территории. Да? Значит. А ведь совершенно то же самое в клетке. Дело в том, что разные вещества, которые находятся внутри клетки, разные органики, при объяснении дает совершенно разное количество энергии. Вот если бы клетка пользовалась первым попавшимся, можно ли бы точно было предвидеть, пока рассчитать, какое количество энергии в данный момент времени, в данной точке выделяется? Нет. Нельзя. Поэтому все клетки, начиная с бактерий, используют универсальную переносочную энергию. Эта универсальная переносочная энергия, полное название мелодлинная, аденозин-3-посфат, сокращенное название А2F. И вот как, Павлович, этот универсальный переносчик должен при единичной реакции давать очень много энергии, очень мало энергии или среднюю причину. Ну понятно же, среднюю причину. Есть вещества, которые при единичной реакции дают существенно больше энергии, чем али-посфат. Но они в качестве универсального переносчика не используются. Итак, значит, вот немножечко разобрались с универсальным переносом энергии. Отлично. Да, вы ставите, если уж мы об этом заговорили. Дальше у нас вот такая история. Значит, если клетке надо получить энергию, она активирует фермент, который будет оттирать один остаток костерной кислоты от этой молекулы и превращать ее в вещество АД, аденозин-3-посфат, отщепляя один из остатков костерной кислоты. Вот так. Хорошо. Ну и как, Павлович, а что будет делать клетка с вот этими отходами? Выбрасывая. Выбрасывая. Ребят, фосфат, и он очень дефицитное вещество. Далеко не во всех продуктах содержится. Как вопрос? Смотрите-ка. В том районе, где клетка тратит энергию, идет реакция распада АДР. АДР расщепляется на АДР плюс фосфат. После этого аккуратно все отходники с АДР и утащили вот сюда. Значит, это универсальный генератор, создающий АДР. Он будет ввести прямо противоположную реакцию. АДР плюс фосфат. Что мы получим? Если АДР, АДР. Получили АДР. А это же роман будет ввести больше реакции? Да, 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 да. И вот этот АДР направляется как раз на энергопроцессор. Называется вот этот универсальный генератор АДР МИТАКОНДРИЯ. МИТАКОНДРИЯ. Именно в МИТАКОНДРИЯ происходит тот процесс, который грамотно называется дыханием. В легких у вас идет совершенно не дыхание, а другой процесс. Называется он газообмен. Суть этого процесса очень простая. Организм меняется газами с окружающей средой. Забрасывает в окружающую среду СО2, а из окружающей получает кислород. Зачем это надо? Это нужно для дыхания, которое на самом деле делили внутри клетки. При дыхании кислород, который принесла кровь, будет использован в МИТАКОНДРИЯ для окисления глюкозы. Для тех, кто немножко знает химию, для кого химическая формула уже не является полной бессмысленностью. Химическая форма глюкозы С6Н12О6. Мы взяли, соединили ее с кислородом. Пошел процесс кисления. Ну и во что же превратится глюкоза? Какие отходы после этого сгорания глюкозы остаются? Углекислый газ и вода. Углекислый газ и вода. Совершенно правильно. СО2, полное исчезание глюкозы кислородом, даст углекислый газ и воду. Для того, чтобы уравнивать процессы МКЦ. Так? Вот это тот самый СО2, который мы с вами будем выдыхать. Он происходит при клеточном дыхании в каждой клетке. Так? И выделяется во время процесса, который снабжает митохондрию энергией для синтезатора. А дальше уже клетка использует ДТФ для всех самых-самых разных клеток. Теперь такая удивительная информация. Как по-вашему, у человека, ведущего среднеактивный образ жизни, современные горожане, взрослый человек, массой 70 кг, как по-вашему, сколько отрядов в день синтезируется в организме? Немного. Ага. 100 кг. У человека массой 70 кг. Каждый день в теле синтезируется порядка 100 кг АПФ. Вопрос, как это возможно? АПФ, который появляется, он сразу расщепляется в другой стороне ветра. И дальше, и дальше. АПФ? 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 Ребята, именно так, именно так. Значит, больше 200 раз в сутки схема успевает сделать обороты. Более 200 циклов синтез-распад, синтез-распад. Так что, на самом-то деле, количество АТ, суммарное, в нашем теле не такое большое. Просто этот процесс не останавливается ни на секунду. Он идет всегда. Так? Хорошо. Вот мы немножечко с вами поговорили о затратах энергии. И зачем, собственно, мышечные клетки потребуют глюкозу и кислород. Хорошо. Итак. Ну и давайте. Вы составляете список моих спасителей от Реги Крюгера. Первая – мышцы, которые потребуют глюкозу и кислород. Чтобы их обеспечить, какие органы придется напрячь? Сердце. Во-первых, сердце. Зачем? Для того, чтобы увеличить скорость потока крови, проходящей через организм. То есть, необходимо подъем артериального давления. Для того, чтобы поднять артериальное давление, в медицине и биологии артериальное давление сокращается двумя буквами. Для того, чтобы поднять артериальное давление, сердце должно произвести два изменения в своей работе. Во-первых, оно должно начать сокращаться чаще. Увеличивается частота сокращения сердца. Частота сердечных сокращений определяется как ЧСС. Частота сердечных сокращений возрастает. А еще сердце будет увеличивать объем каждой вытянутой порции крови. В норме сердце работает вот так, допустим. А когда надо гнать крови очень много, сердце начинает работать вот так. В результате, во-первых, ЧСС, во-вторых, за каждый толчок выталкивается большая порция. В результате у нас повышается адрес. Славно. Хорошо. Еще какие органы надо? Легкие. Легкие. Совершенно верно. Значит. Но вот здесь есть один фокус. Дело в том, что мы сейчас с вами будем описывать систему вегетативные регуляции процессов. Так. Но дыхательные движения совершают скелетные мышцы. То есть те мышцы, которые прикреплены к костям. А вегетативная система не умеет им управлять. Вегетатика умеет управлять только гладкими мышцами внутреннего кока. Поэтому взять и за счет вегетативной программы увеличить частоту любого дыхания невозможно. Это не в силах вегетатики. Она, конечно, пошлет запрос в соматическую систему. Так. Начали. Но сама она не может этого сделать. Что может сделать вегетатика? А как называются трубы, ведущие от плотки к легким? Значит, сначала трахея, а потом трахея распадается на два бронха, а бронхи ветвятся внутри легких. Так. В норме эти трубки частично сокращены. Так. Значит, в некоторых случаях наблюдается спазм бронхи. То есть вот такое сжатие. И воздух становится очень трудно пройти через бронхи. Так. А вот в данном случае что надо сделать с бронхи? Спазмировать или на бронх максимально расширить? Значит, это расширение бронхи. Согласен. Хорошо. Итак, сердце напрягли, в легкие напрягли. Что еще? Нервная система. Нервная система – это организатор. Еще раз. Надо зрение напрягли, чтобы во что-нибудь... Органные чувств и промерные стены, и про органные чувств чуть позже мы с вами скажем. Вы правы. Но вы пока нажите против одного из важнейших условий. Смотрите. Мышца, чтобы она работала, необходим кислород и блюкоза. Мы пока обеспечили поставку только одного. Чего? Кислород. Кислород. А блюкоза тут брать? Из запасов. Из запасов, конечно. Дело в том, что попытка переваривать что-нибудь на хокус, попытка достаточно дурацкая по одной простой причине. Процесс пищеварения очень крепкий. Он потребует нескольких часов. А мне ведь прямо сейчас надо жизнь спасать. Да? Хорошо. А кто знает, в какой части нашего тела находится тактический резерв к глюкозе? Где у нас склад? Потому что в печени содержится много глюкозид. Именно так. Только гликогены называются это вещества. Совершенно верно. Совершенно верно. Значит, прошел сигнал печени. Печень сбрасывает в кровь запасной гликоген, который превращает в глюкозу. Это печень. И тут же мы с вами влетим в проблему. Те, у кого началась физика. Что такое КПТ? Слышали? Как рассчитывается коэффициент полезного действия? Совершенная работа разделить на затраченные, на… Отношение болезной работы к затраченной. Да. Отлично. Бывает ли КПТ какой-нибудь системы равной 100%? Нет. Нет, а полное свете не бывает. Скажи, пожалуйста, а мышечное сокращение имеет стопроцентное КПТ или нет? Естественно, меньше. Нет, конечно, 40% – это высокий КПТ. Но это значит, что больше половины энергии во что превратится? Уйдет на мышечную работу или во что-то другое? Тепло. Теплопотеря. Тепло. Если ваше мышцы заработает изо всех сил, что с вами должно произойти? Вспоте. 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 Вы должны вскипеть, воды. Итак. Значит, простой расчет показывает, что у футболиста у нас 70 кг за один тайм. В теле выделяют столько тепла, что тело его должно разогреться примерно до 89 градусов. Ну, то есть, чтобы сварить всю эту смятку, вполне хватит. Почему реально этого не происходит? А потому что вы решили, что они выделяют штуки, которые при спарении охлаждают организм? Так, совершенно верно. Самый наш мощный способ оплатиться, так же, как у всех живых существ, это испарить живость. Значит, у нас для этого потовые железы есть, но обратите внимание, что для этого надо сделать с потоками крови в теле. Интересная задача. Главное ненужных органов. А у вас есть какие-то органы ненужные? Ага, в данный момент. Ага, вот в данный момент. Они, конечно, не ненужные. Но от них напрямую не зависит спасение вашей жизни в данный момент. Так что на время потерпят. На время обойдутся. Ну и какие органы временно мы посадим на голодный поет? Во-первых, всю пищеварительную систему, не только для женщин. За исключением печени, всю пищеварительную. Итак. Еще. Еще одну систему на голодный поет касают автоматически, но она не настолько много крови ей требует. Так? Ну, очевидно, что половую систему временно можно подключить, но потому что не время заниматься любовью, когда за вами гордится. Значит, половая система. А вот с исключением третьей системы организм приходится мириться, сжав зубы буквально. Значит, дело в том, что наши почки – это очень энергозатратный орган, через который прокачивается ежеминутно огромный объем крови. Так? Задача у почек важнейшая. Они осуществляют контроль над внутренней средой организма. Если почка надолго отключилась, то ваш организм просто умирает от самоотравления. Потому что почки постоянно выводят из вашего тела те отходы, которые происходят в каждой клетке. Остановить вот этот процесс нельзя никак. Но в ситуации, когда вы спасаете свою жизнь, организм пойдет на неименное лишение почек широкого потока крови. То есть за счет вот этой системы органов мы получаем некоторый избыток крови, который можно направить вот сюда. Хорошо. Ну а как же мы будем менять поток крови? Мы что там, поставим диаграммилиционера с палочкой, который будет там кровь направлять на обратное отношение? Может быть, сузим засуду. Да, именно так. Ровно так же, как вы регулируете набор воды в крайне у себя на кухне или в ванной. Ну, если вы приоткрываете кран, что происходит? Вы приоткрываете отверстие трубы. И больше воды в ледницу времени может сквозь такую трубу пройти. А если вы прикроете кран, отверстие сузилось. Меньше воды пройдет. То есть спазмирование, то есть частичное сжатие сосудов, которые идут вот сюда, и расширение сосудов, которые идут сюда. Произошел процесс перераспределения крови. Отлично. Ну и, кроме того, что потоки к мышцам сердца, к легким, печени, надо увеличить, совершенно необходимо увеличить поток кожи. Мы говорили, он должен вынести тепло из глубины организма к поверхности, чтобы дальше тепло можно было излучить. А сейчас перед перерывчиком, сейчас скоро перерывчик будет, разберем последний вопрос. Ну вот, допустим, вы идете сейчас к перерыву коридора, и к вам в кроссовок попал камушек случайно. Что вы делаете? Даже не задумывайтесь. А вы останавливаетесь, разрываетесь, вытряхиваете камушек и идете дальше. А теперь, я продолжаю бежать от крыти-клюгера, и у меня в кроссовок попал камушек. Я ему говорю, стой, подожди. Быстро переодеваюсь, вытряхиваю камушек и говорю, теперь побежали и дальше продолжаем. Я скажу, что так не выйдет. А в результате, кто мне и нам всем может предложить свой ответ на какой вопрос? А что такое боль и зачем она нужна? Что такое боль и зачем она нужна? Прошу вас. Если бы человек не чувствовал боль, то тогда бы он не чувствовал опасности. Ах, да. Если вот, например, прислонить руку к раскаленной сковородке, тогда... Тогда это уже не опасность, милая бабушка. Опасность — это то, что уже произошло, или то, что только может произойти? Слово «опасность» что означает? То, что уже произошло, или то, что еще может произойти? Может. Может произойти. Если вы приложили руку к сковородке, то никакой опасности нет. А есть разрушение участка вашего тела. А это уже есть. Да? Прошу вас. Ну, нужна боль для чего, чтобы... Знаешь, что у нас во внешнем... Все это как бы... Что-то нам мешает раздражать. Что-то нам мешает раздражать. Раздражать. Слово «раздражать» в биологии имеет одно значение — сигнал. В этом случае вы испытывали бы боль от любого изображения, звука, запаха, пуса и так далее. Ну, вообще, давалось. Что вряд ли имеет смысл. Прошу вас. Мне кажется, боль сегментирует об обреждении этой части. Именно так. Не об опасности, а об уже произошедшем разрушении участка тела. Боль — это сигнал от местного разрушения тела. Ну, и зачем она нужна, в общем, вполне как можно понять. В первую очередь, когда управляющая система получает сигнал «Ага, левая пятка частично разрушена». Что нам сделать с левой пяткой? От этой минуты до того места, где ее разрушают. Понятно? Болевой рефлекс, в первую очередь, это рефлекс одежды. Хорошо. Ну, а теперь возвращаемся к прыгу к рюкеру. Значит, я спасаю свою жизнь. Так? Моя нервная система получила сигнал о частичном разрушении пятки. Кроссовок в пятке. Так? Ну и скажите, какая программа важнее — сохранить целостность кусочка пятки или сохранить жизнь? Сохранить жизнь. Что-то сохранить жизнь. Поэтому временно что делаем с болевыми сигналами? Отключаем. Отключаем. Значит, в системе восприятия существует представление о пороге воздействия. порогом, нижним минимальным порогом, называется Минимальная интенсивность раздражителя. Минимальная интенсивность раздражителя то есть самый слабенький сигнальчик Способная вызвать ответную реакцию. Минимальная интенсивность. сильность раздражителя, способная вызвать ответную реакцию. И вот теперь немножко получимся работать с термином порог. Но это сейчас в современных домах порог нет. А вообще раньше, в дверном проеме каждого дома, не только верхняя горизонтальная переплата на прибор, но и нижняя горизонтальная обалка порог обязательно будет. Давайте представим себе, что при входе в одну комнату порог вот такой высоты, а при входе в другую комнату порог вот такой высоты. Скажите, в какую комнату проще пройти? Там, где ниже порог. Так? Значит, чем выше порог, тем сложнее вызвать ответную реакцию. Так? Значит, есть еще второй гирмен, который будет называться чувствительность системы. При увеличении чувствительности системы, что с порогом системы? Уменьшается порог, да? А если мы говорим, что чувствительность снижается, как это иначе? Порог не снижается. Позвращение порог. Отлично. Так вот, в этом режиме спорсения жизни. Что с порогами болевой чувствительности? Они повышаются. Они повышаются резко. А в случае тяжелого и действительно там очень существенной опасности, болевые ощущения будут отключены почти полностью. Ощщения боли просто не будут. Те, кому в жизни хоть и раз приходилось драться, хорошо знают, что во время драки боли не чувствуешь. Зато после драки все на свете ощущаешь отлично. Если били, конечно, тебя не били. Еще раз. Если били, конечно, тебя не били. Не, 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 здесь совершенно не важно, кто кого бил. Абсолютно не важно. Вот после перерыва мы с вами как раз этим делаем по-русски. Значит, болтай с болевой чувствительностью, а все остальные боли чувствительности, зрительное, звуковое, осязательное, как по-русски, с ней что будет в этом режиме. Пороки резко падают. Необходимо собирать и обрабатывать, как можно больше информации. Глядишь, пригодится для создания плана спасения жизни. Это вот это изменение, которое происходит в данном режиме органами чувств. По всем каналам восприятия пороги упали, а болевое восприятие пороги резко скачили. Так, кто знает, как называется такой режим спасения жизни. Хорошо? Если нет. Нет. Симпатика. Симпатический режим. Симпатика. Симпатический режим регуляции. Включается, когда надо спасать жизнь. Разберемся с нормальным значением такого слова, которое, опять же, слышали в рамках городской металлогии все. И вот мне интересно, как вы попробуете его определить? Стресс. Что такое стресс? Не колдите руки. А желающие еще? Ну, Летис Фёс, попрошу. Ну, это, конечно, помехи, но это же со счетами. Опа. 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 Нет, это уже просто совсем. То есть, и прошу вас... Судорокина. Нет. И не перенапряжение, и не суток. Это ситуация для организма, которая нормально отличается слишком сильно. Ну, нормальная ситуация, значит, ничего не беспокоит, а это ситуация, которая отличается для организма слишком сильно. Так, вы ближе всех к чему-то реальному, но вы перепутали активный и пассивный залог. Значит, дело в том, что вот эта ситуация, которая сильно отличается от нормальной, а на самом деле обладает двумя характеристиками. Эта ситуация оценивается либо как вредоносная, либо как опасная. То есть, либо есть вред, о чем скажут ощущения боли, либо нервная система оценивала комбинацию сигналов как предупреждение об опасности. Так? Вот такое воздействие будет называться стрессирующий фактор. То есть, стрессирующий фактор это то, что вокруг вас. А вот эта композиция ответных реакций, вот это и есть стресс. Стресс это ответная реакция организма на стрессирующий фактор. Мы с вами просто расписали компоненты стресса. В этом состоянии повышается артериальное давление, меняются характеристики дыхания, меняется работа печени, кожи, меняется состояние инфляционирования органов чувств, но и на самом деле еще целый ряд изменений произойдет. Можно ли это сказать, что при стрессорной реакции происходит только активация ваших органов? Нет. Вот эти органы активированы. А вот те, что такое... Это правая компания, она наоборот стормонна. Так что, совершенно неверно представляю себе, что симпатический раздел занимается только активацией. То, что нужно активировано, то, что нужно затормонено. А теперь я, таки, убежал, доехал домой, так, умылся, включил любимую бодрофонию, достал холодную пиву из холодильника, сел и расслаблялся. Вот в этом состоянии. Значит, нужно ли, чтобы сердце у меня держало тот уровень АД, который был при пиксе? Нет. Нужно ли, чтобы бронхи оставляли максимально широкий просвет? Нет. Нужно ли, чтобы печень сбрасывала последнюю кровь и запасную глюкозу? Нет. Нужно ли, чтобы кожа выделяла больше пота и излучала как можно больше тепла? Нет. Значит, за то, что нужно. Я ведь выключал ощущение боли временно. Нужно проверить, произошли ли где-то мелкие поломки или не произошли. Совершенно необходимо проверить. Значит, на этом этапе, что надо сделать с порогом болевой четвитности? Правильно. Резко снизить. Резкое снижение порога болевой четвитности. Так, теперь, ВИЧ не потратила запасы глюкозы. Что надо сделать? Восполнить. А это значит, какие системы теперь... Да, ну, кроме всего прочего. Я на время тормозил почки, и у меня активно наверняка накопилось полно шлаков. Что надо сделать с активностью выделительной системы? Резко увеличить. Резко увеличить. Значит, как называется вот этот режим работы организма? Значит, режим, направленный на восстановление и ремонт. Регенерация. Регенерация – это отращивание утраченного органа. У нас, к сожалению, такого не бывает. Да, если отрубить пальцы, это навсегда. Регенерировать мы ничего толком не можем. Да? Нет, такой режим называется релаксация. Релакс. Расслабление. Отчасть нервной системы, которая перенастраивает ваш организм с режима стрессовного ответа на эволансацию, то есть вот такая вот настроение. Эта часть будет называться парасимпатичной. 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 Итак, раздел в гидактике, регулирующий релаксацию, режим восстановления. И если бы задача сводилась просто к простой штуке, допустим, в стрессовом режиме ускорить сердце. Не, реально все намного сложнее. Смотрим. Те числа, которые сейчас я выпишу, на самом деле практически решены смыслом. Я выписываю просто радиоэллюстрации, чтобы вам легче было осознать одну из проблем. Значит, это ваш организм попал под воздействие стрессовного фактора, и включил в систему обороны. Вы переходите в боевое состояние, в состояние стресса. При этом, допустим, сердце у вас увеличило эффективность своя работа на 60%, легкие на 40%, печень на 10%, ну и теплосброс через кожу увеличился на 80%. Еще раз я говорю, цифры эти, если уж реально разбираться, почти ничего не значат. Так? Значит, вопрос у меня вот еще. Скажите, пожалуйста, а реально на сколько процентов повысится эффективность ответа? Мышцы-то на сколько-то раз? На 40%. Правда? Ну. А также на это удастся сделать, если они всего на 10% больше глюкоза получают. А, увеличивается скорость подачи? То есть? Скорость подачи увеличивается, но от этого что, количество глюкоза троги вытрачивает? Не увеличится. Вопрос. Насколько реально возрастет оживление? На 10%. На 10%. На 10%. На 10%. Значит, срабатывает очень простой закон, но обычно его используют для экологии, хотя он работает далеко не только в экологии. на 10%. Скажите, пожалуйста, с какой скоростью идет туристическая группа по маршруту? Вот есть маршрут. Ну, 2 километра в час. Не, не так. Разные группы пойдут с разной скоростью, просто чем она будет определяться? Всегда. Время и скорость. Время и скорость. Так какое скорость? Время и скорость. К самому медленному участнику быстрее не пойдешь. Иначе просто перестаньте быть глупым. Так? Так что далеко не всегда средние величины определяют состояние системы. Очень часто возникает ситуация, когда состояние системы определяется минимальными причинами. Так? Поэтому, если уж мы разогнали сердце на 60%, надо учитывать эту информацию, корректировать работу остальных органов. Надо или не надо? Надо. Надо, иначе это совершенно бессмысленно будет. А если по той или иной причине произошло изменение эффективности работы в языке. Учитывая новую ситуацию, надо изменить программу на сердце, там, кожу, печень и все прочее. Так. Надо. Вот это намного более сложная штука. Не просто повысить или понизить активность отдельного органа, а постоянно настраивать. Таким образом, систему, чтобы добиться оптимального результата. Учитывая изменения, которые каждую секунду будут происходить в любом органе. Они могут происходить не только по нашему желанию или нежеланию, а еще по действию внешних причин. Так? То есть постоянная настройка и подстройка. Значит, где же находятся центры, которые регулируют всю эту сложнейшую кухню? Частично, так сказать, штаб вегететики будет находиться в ЦНС. Так? А именно в базовых отделах головного мозга и в начальской номере. Так? Но та часть, которая будет доносить команду уже непосредственно до окон и заниматься конкретным управлением данного органа, находится в малых скоплениях нейронов, вынесенных за пределы ЦНС. Кто запомнил, как называют скопления серого вещества, находящиеся вне пределов ЦНС? Ганглия. Ганглия, совершенно верно. Вегетативная ганглия. Давайте смотрим общий принцип работы. Значит. Ну, друг говоря, обече. Ребята, еще раз говорю, примеры. Конечно, очень упрощенны. Реально все намного сложнее. Ну, вот, грубо говоря, печень. Так? Вот гангли. Управляющий процессами получения сахара, либо отдачи сахара печень. Так? Для того, чтобы управлять вот этой вот нейротичкой. Вот это аксоны. Дошли к клеткам печени. И в ответ на их импульсы, так? Клетки настраиваются на один из режимов. Либо они получают сахар из крови и складывают его про запас. Либо наоборот. Разлагают запас и выбрасывают полученный сахар в кровь. Хорошо. Значит. Как понять, достаточно ли эффективно работает система? А просто понять. Мы с вами говорили про рефлекторный курс. Да. Говорили. Достаточно, что это сделано. А взять вот здесь, поставить рецепторы, которые будут реагировать на концентрацию сахара в крови. И информацию от этого рецептора передать вот сюда, в этот центр. Так? Вот у вас поток крови на входе. Вот у вас поток крови на выходе. Сравниваем эти два потока. Если концентрация сахара не изменилась, а планировалось провести запасание сахара. Надо менять режим работы клеток. Да. Да. Программа не выполнена. Корректировка. Меняем режим работы. Так? Ага. Теперь оказалось, что на квоте сахара больше, на выходе меньше, примерно так же, как рассчитывали. Все. Корректировка отменяется. Мы работаем в рамках вот этого режима, на который настроились. Отлично. А теперь. А теперь вон оттуда из головного мозга. Так? Пришла команда. Быстро сбрасываем сахар в кровь. Это причина какая-то система? Симпатика. Это значит, ваш организм перешел в состояние стресса. Значит, по этой команде гандри меняет свою работу, меняет свою настройку. И сахар сбрасывается в кровь в большом количестве, запасание сахара прекращается. Хорошо. Начал. Теперь. А как перейти систему в другое состояние? Опять? Заблокировано на ставочном метро. Нет, 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 ребят. Этого недостаточно. Кроме того, что надо заблокировать вот это, надо по отдельному пути послать команду на включение под программу запасания сахара. Вот эти нервы, которые проходят через все ваше тело, ко всем внутренним оконам, начинаются ранее от спинного мозга. Одна из веточек спинного мозга – это вегетативное нервы. Так? Знаю, человек. И в них вот эти и симпатические, и парусимпатические волокна. Если вы отбариваете состояние стресса, то команда к окону проходит по симпатическому пути. Если вы находитесь в состоянии релаксации, то симпатический поток сигналов подменяется, и идет по симпатическому. В зависимости от этого орган уменяет настройку работы. Так? Ну а теперь. Ну а теперь давайте с вами под конец немножко разберемся, в каком-нибудь случае наше тело включает сигнал тревоги. То есть переходит на боевой режим, на стрессорную настройку. Значит, давайте напомним. Либо разрушение, либо... Либо... Либо что? Либо опасность. Либо опасность. Отлично. Хорошо. А скажите, пожалуйста, какое состояние, на самом деле, психологически тяжелее всего переносится человек? Странс. Странс может быть вызван всем, чем угодно. Вот есть одна из формусов старения, которая переносится очень тяжело. Для тех, кто когда-нибудь сдавал экзамен. Да? Хорошо, значит, если предстоит сложный экзамен, от которого много зависит. Вот пока вы не вытянули билет. Пока не вытянули билет, тяжелее всего. Состояние неопределенности. Когда билет уже есть, то дальше проще. Дальше вы уже работаете. Дальше вы уже выполняете, пускай трудную, но задачу. Вы хоть что-то делаете. Так? Можно ли начать работать, пока непонятно, что делать? Нет. Нельзя. Ситуация неопределенности. Самая тяжелая ситуация на свете – это ситуация неопределенности. Скажите, пожалуйста, неопределенность – это вроде бы и не боль, вроде бы и не опасность, но в каком режиме на все эти случаи организм будет поддерживаться, если у нас состояние неопределенности? Парасимпатики или симпатики? Симпатики. А почему симпатики? А потому что если плохое преодоление, то быстрее получше. Да, конечно. Мы лучше некоторое время поддержим себя в боевую готовность, если окажется, что тревога ложная, слава богу, отключимся. Так? Но если опасность оказалась реальной, если она реализовалась, то организм уже готов к отражению опасности. Значит, дело в том, что как вообще на опасность можно, любое живое существо может отреагировать на опасность. Три пути есть, один из них на самом деле такой не очень хороший, дополнительный, потому что основных только два пути. Первый путь. Первый путь – драться, второй путь – убежать. Еще третий дополнительный путь – спрятаться. Да? Но дело в том, что если вы спрятались, вас могут найти. И тогда придется что делать? Либо бежать, либо драться. Вот два основных путь. Так? И тот, и другой путь. Можно ли реализовать без работы мышц? Нет. Вам не убежать не удастся, не драться не удастся. Так? Поэтому в любом случае всегда будет включаться симпатика. Так? Ответ на любую опасность – включение симпатии. Так вот, ваше тело и мое тоже наивно как не знают кто. И дело в том, что вот эта вся система не имеет связи с высшими органами чувств. Типа зрения, слух и тому подобное. Поэтому полностью доверяет информация, идущая от коры больших полушарий. У которой вообще свои задачи. Так? Так? Значит, и если вы оцениваете ситуацию как тревожную, опасную, неприятную, так, ваше тело автоматически на всякий случай включается в торсорную реакцию. В результате вашему организму глубоко все равно, какая неприятность с вами произошла. То ли вы на дно сели, то ли вы с любимым человеком поругались. То ли вы не ели ничего три дня, то ли наоборот объелились. Так? Во всех случаях какая система включается? Симпатия. 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 Состояние объявляется как стрессорное. Так? Болевой стресс. Стресс, голодание, стресс обезвоживание, стрессомобилизация, эмоциональное стрессо, депривационное стрессо. Их можно перечислять и перечислять. Так? Начали. Ну и завершаем пару слов. Те условия, которые вам, молодая пракция, кажутся, во-первых, нормальными, а во-вторых, может быть даже желательными в жизни. Да? Да? Ну, обитание престижных районных мегаполисов, да? Значит, общение с большим количеством интересных людей, возможность отдыхать на лучших курортах, там, классные тачки навороченные, и так далее, да? Значит, ваш организм категорически не согласен с таким способом существовать. Вот просто категорически. Во-первых, ситуация крупного города – это заведомо ситуация избыточного социального контакта, который будет вызывать вязь, вяло-текущий, слабенький, но зато жестко-жирный стресс излишних контактов. Вещь для горожан неизбытная, абсолютно, расплата за пребывание в городе. Плюс к этому, перемещение по городу. В настоящее время абсолютно все равно. Делаете вы это на новооручной тачке или в московском метро. Так? Если вам надо проехать из конца в конец города, можно ли это сделать и избежать стресса? Нет. Еще очень большой вопрос – где стресс выше? В часы пика в метро, когда там даже при желании упасть нельзя, потому что у тебя зажарится такой символик, что ноги пол не касаются. Или в пробках на дорогах, перегруженных в Москве. И там, и там стресс гигантский. Да? Знаю, что ли? Ну, об особенностях нашего питания и общения я не говорю, это просто отдельная тема. То есть, гражданин находятся под воздействием постоянного векового текущего стресса. И с этим большинство проблем нашего здоровья связывают. Слишком редко и слишком пассивно наш организм переходит вот на этот режим. Так? Дело в том, что для того, чтобы хорошо расслабиться, надо перед этим как следует устать. А уставать мы, ой, как мы говорим, нам самое главное, чтобы было комфортно, чтобы было без напряжения. Желательно вообще все само собой и желательно все самое лучшее. Вот, ребята, это не странно, ваше дело с этим не согласны. Дело в том, что без возможности переходить на этот режим, натапливаются самые неприятные процессы, это, в принципе, угребляется сердце. Так? Одна из стандартнейших проблем с горожаном, не только у нас, а по всему миру, это как раз патология в сердечно-сосудистой системе. И главная причина здесь даже не городской стресс, да? А другой аспект нашего желания комфорта. Как по-вашему, наше дело на что рассчитано? На то, чтобы мы постоянно двигались, или на то, чтобы мы лежали в лобной пузе перед компьютером? А сколько мы должны проходить? Километр 10. 15 километров. Минимальная. Величина? Да. Значит, вот в этом случае, причем, если вы один раз в неделю это сделали, это никакого значения не имеет. Поэтому никакое там посещение спортзала, это дело не скомпенсирует. Здесь важна регулярность. Дело в том, что целый ряд характеристик работы кровеносной системы при недостаточной физической нагрузке меняются. Ну, прежде всего, нарушается механизм кровеносной откачки, о которой мы, может быть, с вами в следующем году поговорим. В этом году у нас же не на эту тему просто речь. Значит, к чему я завершаю тему регуляцию внутренних органов? Значит, на такой официальной ноте стараюсь себя больше двигаться. Так, значит, это действительно гиподинамия, причина, ну, чуть ли не всего класса заболеваний, которые типичны для вегапольственного публика. Так, гиподинамия, это действительно очень неприятное состояние. Мусозим espacio нам винитьсяру. Продолжение следует...